Здравствуйте! В эфире Алтай Апта. Я, Алия Сембинова, ознакомлю вас с главными событиями этой недели. Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кощербаев посетил город Ридер. В рамках рабочего визита глава региона представил общественности нового Акима города, а также ознакомился с ходом ремонтных работ на ТЭЦ. 47-летний Даулет Батырбаев стал Акимом Ридера. Новый глава города в разные годы руководил управлением энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области, возглавлял Уланский и Бескарагайский районы, а также имеет опыт работы на предприятиях рудной промышленности и в органах государственного управления. Вам нужно выйти из той ситуации, в которой город оказался прошедшей зимой. Я надеюсь, что Даулет Бахитовичу удастся это сделать. Вам все проблемы уже известны, вам карты в руки, деньги уже пришли. Вам нужно просто организовать правильный контроль за их расходованием, отчетность. Ну и естественно, что все работы на Ридер.ТЭЦ будут проведены вовремя. И как мы обещали жителям города, в сентябре месяце мы первые три котла должны будем запустить. И в октябре все должны будем запустить оставшиеся три котла. На сегодняшний день ремонтные работы на Ридер.ТЭЦ ведутся на шести котлах и выполнены на 40%. Отставания от графика нет. Те моменты, которые мы хотели уже заменить, это воздухоподогреватели на пяти котлах уже заменены, осталось заменить на одном. Ну дальше ведутся сейчас основной упор на экранные трубы. То есть практически демонтаж почти завершен. Сейчас началось изготовление труб, то есть гнутьё труб, трубогибы есть, трубы пришли. Сейчас полным ходом, сейчас усиливаются бригады, ещё дополнительно люди. Я думаю, сейчас самый такой момент монтажа, самый сложный, самый ответственный. Напомним, в конце прошлого года из-за аварий, произошедших на объекте, город остался без тепла. Сегодня контроль за ремонтными работами на ТЭЦ осуществляется со стороны правительства Республики Казахстан и Министерства энергетики. Постоянно приезжают представители министерства профильного, комитетов, которые контролируют, помогают. Со стороны правительства мы находимся на связи с премьер-министром. Он сказал, что если будет необходимость дополнительно в рабочей силе, квалифицированной, то в принципе правительство готово будет оказать эту поддержку. В две смены, в три смены идёт работа на различных участках. Работает около 400 человек. По заверению руководства строительства, ремонтных работ на следующей неделе количество работников дойдёт до 500. В городе Риддер также идёт реконструкция тепловых сетей. В ходе очередных гидравлических испытаний были выявлены многочисленные прорывы. Всего 24 аварийных участка. Реконструкцию тепловых сетей планируют завершить до конца августа текущего года. Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кощербаев встретился с представителями старшего поколения. В ходе круглого стола, где приняли участие председатели Совета ветеранов, представители интеллигенции, был обсуждён ряд актуальных вопросов. На совещании глава региона поблагодарил участников за вклад в жизнь общества и представил информацию о социально-экономическом развитии области и планах на будущее. Речь шла о повышении доходов населения, реализации государственных программ, привлечении инвестиций и других направлениях. Кроме того, он сообщил, что такие встречи будут проводиться и в районах. Председатели Совета ветеранов озвучили Акиму области, свои предложения и проблемные вопросы, которые требуют решения. Мы уже задавали ему много вопросов и остаётся тот, волнующий на сегодня меня и многих пенсионеров, о дороге Ридерус-Каменогорск. Потому что в связи с напряжёнкой в медицине многим пенсионерам приходится ездить сюда на операции, на приёмы, на диагностику. И по такой дороге, согласитесь, больным людям ехать очень сложно. Поэтому хочется, я знаю уже, что это дорога республиканского значения, но хочется услышать от лидера области, как решается этот вопрос. В свою очередь, председатель областного совета ветеранов Айтхазы Ширубаев отметил важность вовлечения представителей старшего поколения в общественную деятельность. Этот круг общения, ряд вопросов, которые сегодня ветераны считают главными для своего региона. Кто-то с района, кто-то с города, кто-то с области. Вы, наверное, заметили, все вопросы не личного характера, а именно забота, где они проживают, забота о молодёжи, забота о работающих. И сегодня, если вы заметили, с тех вопросов ряд вопросов уже нашли решение. И некоторые вопросы конкретно даны задания соответствующим государственным органам. Но я лично знаю, это всегда найдёт, тем более с этим человеком, с Акимом я вместе работал. Я лично точно знаю, что ветераны всегда говорят то, что есть на самом деле. Аким в Восточно-Казахстанской области ответил на вопросы участников совещания и заявил, что все озвученные предложения будут учтены. Отметим, сегодня в Восточно-Казахстанской области проживают более 136 тысяч людей пенсионного возраста. Из них более 121 тысячи входят в состав областного совета ветеранов. В Восточно-Казахстанской области реализуется дорожная карта по исполнению предвыборной программы «Партия Монат». Об основных направлениях программы в ходе брифинга рассказала депутат областного маслехата 8-го созыва Марина Быкова. Дорожная карта предвыборной программы «Партия Монат» рассчитана на 2023-2027 годы и предусматривает 96 пунктов по пяти направлениям. Мы в лице депутатов направляем депутатские запросы для того, чтобы понимать, какой статус по исполнению того или иного пункта. Программа предусматривает пять основных направлений. Если коротко сказать, это развитие экономики региона, повышение качества жизни, улучшение условий жизни граждан области, улучшение экологической обстановки и реализация партийных проектов. Один из пунктов программы – предоставление грантов гражданам из социально уязвимых слоев населения для открытия собственного дела или развития имеющегося бизнеса. Из 234 грантов 135 уже выдали восточно-казахстанцам. Исполнение каждого из пунктов находится на контроле у депутатов. Конкретно за мной закреплено четыре пункта. На сегодняшний момент я получила информацию от профильных управлений. Практически по всем пунктам идет исполнение. По тем пунктам, по которым нет исполнения на сегодняшний момент, мы обсудили, что можно предпринять, какие меры для того, чтобы все-таки все показатели до конца 2023 года были исполнены. Дорожная карта включает в себя решение ряда проблемных вопросов, которые волнуют восточно-казахстанцев. Это улучшение экологической обстановки и качество дорог, обеспечение качественной питьевой водой и централизованным газоснабжением, помощь людям с особыми потребностями и многое другое. Каждый год в мире регистрируется более 600 тысяч впервые выявленных случаев заболевания раком печени. Этот вид онкологии имеет агрессивное течение с крайне неблагоприятными прогнозами, говорят специалисты. Если не начать своевременное лечение, то длительность жизни обычно не превышает несколько лет. О том, какие методы диагностики и лечения этого опасного заболевания применяют врачи Восточно-Казахстанской области, в материале моих коллег. В число самых коварных видов онкологических заболеваний входит рак печени. Главная опасность заключается в том, что долгое время этот недуг развивается незаметно, не вызывая боли, и поэтому чаще всего выявляется только на второй и третьей стадии. Поэтому не стоит пренебрегать обследованием при негативных изменениях в работе организма. Сейчас врачи применяют самые передовые технологии, направленные на диагностику рака. В 2022 году 30 пациентов мы выявили новых по заболеванию печени, именно первичные. А вот за 7 месяцев 2023 года 41 пациент. То есть было немножечко увеличение. Если у нас какие-то есть подозрения, мы уже и госпитализируем, и в условиях стационара делается трепан-биопсия. Это уже специальным аппаратом, который берется кусочек ткани печени без разреза. То есть под контролем УЗИ мы делаем прокол в области печени, в области образования, которое мы подозреваем. И это без разреза, то есть безопасно для пациента. Процедура занимает короткий промежуток, то есть 5 минут примерно. Врачи применяют различные методы лечения рака печени. По словам специалистов, терапия назначается в зависимости от стадии заболевания. Самое является радикальным – это операция, во-первых. То есть иссякается участок с образованием. Второе – также у нас есть такой метод лечения, как называется химиомболизация печеночной артерии. Это тот, про который спрашиваем, эндоваскулярный. То есть по сосудам, через артерию мы подходим к образованию, и с помощью химпрепаратов мы заглушаем артерию, что способствует тому, что артерия больше не питает опухоль, и она уменьшается вплоть до полного исчезновения. Также есть еще различные радиочастотные абляции. Это когда под контролем УЗИ мы воздействуем высокими температурами на образование. И, конечно, химиотерапия и таргетная терапия. То есть тоже это подбирается индивидуально, в зависимости от того, какого вид рака. То есть это все подбирается. Врачи областного центра продолжают совершенствовать свои знания в диагностике и лечении онкологических заболеваний в ведущих клиниках мира, внедряя в Восточно-Казахстанской области самые передовые методы, которые помогают в борьбе с раком. Пожар ликвидировали спасатели в одной из многоэтажек Усть-Каменогорска. К счастью, возникшая чрезвычайная ситуация оказалась лишь легендой учений, цель которых – отработать навыки тушения возгорания в высотных домах. Трагедия, произошедшая на днях в Алматы, показала, насколько важно службам ЧАЭС быть готовыми к тушению пожаров в высокой сложности. По легенде учений, которые прошли в областном центре, прохожие, увидев дым из окон квартиры на третьем этаже многоэтажки, вызвали пожарных. Диспетчер направил к месту силы и средства по повышенному рангу вызова. Прибыв, огнеборцы провели разведку и обнаружили людей на балконах, которые просили помощи. При этом подъезд дома оказался сильно задымлен. В считанные минуты проводится развертывание рукавов и подача воды на необходимую высоту. Специалисты подчеркивают, если вы попали в такую ситуацию, крайне важно не поддаваться панике и знать алгоритм действий, который поможет сохранить жизнь. Паника в чрезвычайных ситуациях часто приводит к неосознанным действиям пострадавшим, затрудняет работу спасателей, пожарных, других специалистов, ну и также, соответственно, приносит вред самим пострадавшим, людям, которые пытаются спастись. При чрезвычайных ситуациях необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться панике самим и по возможности успокоить окружающих людей, ну и особенно людей, которые по каким-то внешним признакам уже находятся в панических состояниях. Для борьбы с пожаром, по легенде учений, были запрошены дополнительные силы. Спасатели добираются до квартир через густой дым и эвакуируют жильцов, используя специальные капюшоны, которые защищают от продуктов горения и с помощью специального насоса удаляют дым из помещения. Одновременно подаются стволы на тушение огня в квартиру на третьем этаже, где находится очаг пожара. Для спасения жителей, проживающих на седьмом этаже, огнеборцы используют автолестницу, а для оставшихся в заложниках людей на третьем этаже разворачивают куб жизни. Жителей верхних этажей спасают с помощью автоколенчатых подъемников. Сложность таких учений в том, что повышенная этажность, оно увеличивает время как эвакуации, так и прокладки, рукавные линии на выше расположенные этажи. И также немаловажно, это в таких жилых массивах многоэтажных очень сложно подъехать к месту возгорания. В связи с загруженностью техника легковые автомобили владельцы ставят. Врачи Центра медицины катастрофы оказали медицинскую помощь пострадавшим, а полицейские оцепили место происшествия и эвакуировали авто, которые мешали проезду спецтехники. Спасенные жильцы отправились в пункт временного размещения. Условный пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. И в продолжении темы у нас в гостях главный специалист управления Государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Медед Мукашев. Медед Жусупович, мы рады приветствовать вас в нашей программе. Медед Жусупович, в нашем городе сейчас наблюдается активное строительство многоэтажных жилых домов. Скажите, пожалуйста, насколько готовы пожарные осуществлять свою работу в таких непростых условиях, в частности, при тушении пожаров в многоэтажных домах. Расскажите, пожалуйста, есть ли оборудование? Департамент МПЧС Восточно-Казахстанской области, согласно критериям оценки степени риска в области пожарной безопасности, на сегодняшний день взято на учет 33 квартирных жилых домов высотой более 28 метров. На сегодняшний день сотрудниками департамента проводятся широкомасштабные работы по обеспечению пожарной безопасности, где жителям данных квартир доводятся основные требования пожарной безопасности при эксплуатации данной категории объектов, также требования пожарной безопасности и действия при пожаре в случае пожара. Также жители своего транспорта паркуют на колодцах, люках пожарных гидрантов, то есть правилами пожарной безопасности это все запрещается. Также хотелось бы отметить, чтобы соблюдали требования пожарной безопасности по обеспечению безопасной эксплуатации электрооборудования в бытовых условиях, кроме того, не загружать электросеть, хранение, не допускается хранение в комнатах, помещениях, балконах, лоджиях, легко воспламеняющих, взрывчатых веществ, также баллонов, газовым оборудованием, газовые баллоны. Основные требования, которые хотелось бы довести по пожарной безопасности. То есть это основные нарушения жильцов многоэтажных домов, да, вы перечислили? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, какие профилактические работы проводите с жильцами? Самое главное, при проведении профилактических мероприятий доводим требования, действия людей при пожаре, в случае пожаров. То есть не паниковать в случае пожара. Позвоните в службу пожаротушения по номеру 101-112. Также до прибытия пожарных самостоятельно, если есть возможность, попытаться эвакуироваться, постучаться с соседям, тоже сообщить им о пожаре, если это в ночное время проходит. Кроме того, запрещается пользоваться лифтами. Необходимо эвакуироваться только лестничными клетками и лестницами. В случае, если пути отрезаны, человек не может самостоятельно выйти, тогда необходимо ждать пожарную службу в безопасных местах. Это являются балконы у нас и на самый последний этаж жилого дома. То есть надо закрыть все двери. Выходит человек, допустим, владелец квартиры, выходит на безопасное место, на балкон, закрывает дверь, все щели мокрой тряпкой, и ждет противопожарную службу. Ни в коем случае не надо паниковать. Медеджи Супович, спасибо большое, что уделили нам время. Я думаю, наши зрители узнали много полезной и нужной информации. Ну а мы продолжаем наш выпуск. Популяризация и изучение государственного языка – приоритетная задача. Ведь именно язык является важным символом независимости Казахстана и духовной целостности народа, формирует культуру и определяет национальную самобытность. Восточно-казахстанский лингвистический центр выступил организатором областного конкурса «Государственный язык. Символ независимости», где приняли участие представители различных этносов. Константин Левин изучает казахский язык уже в течение двух лет. По словам мужчины, знание государственного языка нужно ему не только для работы, но и открывает новые возможности для знакомства с богатой казахской культурой. Главная цель конкурса, прошедшего в Усть-Креногорске – развитие казахского языка, повышение его статуса и расширение сферы использования. С подготовлением мне помогал Центр обучения языков города Алтай, так как я обучаюсь у них государственному языку. Ну и, собственно, у меня спросили преподаватели, будешь участвовать? Ну, я согласился. Знания есть, ну, базовые, разговорные. Казахский язык знаю. Конкурс проходил в несколько этапов. Задачи перед конкурсантами стояли непростые. И за их исполнением следили компетентные специалисты. В первом этапе необходимо было ответить на вопросы жюри и продемонстрировать владение разговорным казахским языком. Во втором этапе – показать видеопрезентацию и рассказать о себе. А затем написать эссе. На конкурсе три этапа, и каждый этап раскрывает конкурсанта с новой стороны. Победитель пойдет на республиканский конкурс и будет представлять Восточный Казахстан. Конкурс пройдет 25 августа. И там участники продемонстрируют все свои знания и умения. Отметим, по словам организатора, в ходе таких конкурсов нередко участники открывают себя по-новому, обнаруживая и творческие навыки, и способности к более углубленному изучению языка. Ведь конкурс – это не школьный экзамен, а скорее проверка своих возможностей и вдохновения для дальнейших свершений. По итогам конкурса лучшие из лучших получили дипломы и подарки. На этом все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok